здравствуйте друзья с вами вяткин александр канал команда гост плюс и сегодня у нас рубрика тупой эксперимент я уже снимал в этой рубрике ролик сколько у зо сможет вырубить одна батарейка но тогда мне просто нечего было делать в локдауне сегодня же мы будем ставить опыты над устройствами защиты от духового пробоя и вдохновил меня на этот эксперимент рассказ моего коллеги из ярославля александра филатова давайте послушаем самого александра ну и приступим ребята всем привет в двух словах поставили мы как-то на объекте я то три штуки на каждую фазу и соответственно в нашем же в щитовом оборудовании уже стояли у за и мы данные я тон и попросил поставить нас заказчик начитался говорит от любой искры будет отключаться я давайте поставим ваши же деньги не наши 36 тысяч рублей мы повесили на стену плюс еще щит работа ну и того там полтинник короче вот начали тестировать взяли чайник подключили пошли на кухню начали вот туда сюда туда сюда туда сюда в розетку короче дергать искра туда-сюда отключилась узм понесли короче это чайник ближе к установке я тону длина кабеля составляла от щита 2-3 метра от силы наверно начали ту же самую процедуру туда-сюда туда-сюда искра все искрит там все щелкает там взрывается в этом в подрозетнике отключилась узм как вот висит полтинник сейчас на стене и заказчик не знаю что с ним делать нанотехнологии не работают оказывается а узм почему-то отработала вот и делайте выводы согласитесь не терпится взять и проверить а работают ли вообще у здп каким-нибудь наглядным образом что ж давайте приступим только сначала я обязан сделать несколько важных предупреждений во-первых ни в коем случае не повторяйте все увиденное сегодня самостоятельно это может быть очень опасно во вторых оба устройства которые я буду сегодня испытывать на настоящий момент уже не производится хоть их и можно встретить в продаже поэтому данное видео не является ни рекламой не анти рекламы мы просто ставим эксперимент без задней мысли в-третьих я не просто так назвал данный выпуск тупым экспериментом он не соответствует методикам испытаний указанных в гостах на данное устройство если быть честным я порядок испытаний по госту даже не читал не хватало мне еще в этом разбираться мы просто банально попробуем вырубить у здп в кустарных условиях не пытаясь как-то оспорить или поставить под сомнение нормативные документы кстати выставочная демонстрация работоспособность у здп сейчас на ваших экранах ну что ж приступим волею судеб в моей мастерской оказались два устройства это узм 50 мд от меандр одной из тех которые было установлено у александра и уздп 63 от компании иек устройство компании и тон который александр не смог в итоге отключить у меня нет я его достать не смог узм 19 года выпуска мы такие ставили по программе модернизации модернизации мы больше не занимаемся но видео осталось там стать есть много полезного из наблюдений в процессе эксплуатации присутствовали ложные срабатывания при включении большого количества светодиодных ламп редко с периодичностью в пару-тройку месяцев но бывало у здп от иек я лично в больших количествах не ставил и рекламации не получал если вы пользовались подобными устройствами у вас есть какие-то замечания то обязательно напишите в комментариях производители смотрят наши ролики и за обратной связью следят в комплекте с этим устройством идет проверочная вилка оба устройства сочетает себя функцию у здп и реле напряжения без настроек основная разница в том что меандр включается автоматически а ек только вручную ну и первый тест это подключение проверочной вилки нужна она для того чтобы проверить работоспособность у здп на разной длине питающих линий так как при определенной протяженности у здп перестает отслеживать дуговой пробой вилка работает только связки с устройством от иек и никак на работу меандра не влияет теперь давайте попробуем их вырубить имитируя слабый контакт в розетке но или попытку замерзшего страдающего от похмелья дачника включить с утра обогреватель в качестве нагрузки у нас как раз и есть обогреватель мощностью около двух киловатт с первой попытки выключить таким образом меандр нам не удалось давайте теперь попробуем и это есть срабатывание давайте все таки дадим второй шанс меандру готова сработал все таки а теперь устроим гонку у здпшное ралли барабанная дробь и перед нами победитель у здп от иек а вот меандр отключился уже после того как я лишился надежды его еще раз выключить странно ну ладно с розеткой все понятно теперь давайте проверим что там с обещаниями производителей и блогеров обзорщиков обеспечить нам защиту от пожара и для этого я смоделирую повреждение кабеля как я себе это представляю а в качестве сгораемого материала я буду использовать обычную сухую вату которая будет выступать в качестве древесной стружки пыли или какого-нибудь горячего утеплителя в общем всего того что можно без труда найти в полостях любого обычного дома кладем ватку создаем последовательную дугу и готова пожар есть отключение у здп от меандр нет теперь очередь за иеком результат тоже давайте посмотрим смогу ли я вообще выключить их таким образом ура первый готов есть второй тоже теперь для чистоты эксперимента мы установим устройство по отдельности чтобы исключить какое-либо их воздействие друг на друга смотрим меандр теперь и результат такой же ну что ж давайте делать выводы а выводы несмотря на всю тупость нашего эксперимента вполне серьезные и нет вывод не в том что у здп это не работающее фуфло для вытягивания из нас денег как наверняка подумки многие из вас я более чем уверен зная принципы работы основных типов защитных устройств что именно так это все и должно выглядеть по факту устройства работают а скорость срабатывания наверняка зависит от мощности интенсивности и прочих параметров дуги которые я не воссоздать не измерить не могу главный вывод у здп это никакая не панацея от пожара как и все любые другие защитные устройства до конкретно здп повышает безопасность электропроводки так как те неисправности которые сегодня моделировал никакие другие аппараты типа узо и автоматов распознать не могут физически и также как с узо и автоматами мы имеем четкую последовательность сначала происходит авария и только потом реагирует защита и чтобы не произошло в беды в промежутке между происшествиями отключением и существуют все эти требования по монтажу электропроводки типы стальных труб в деревянных домах и тому подобного и также как с узо и автоматами мы можем не получить срабатывание защиты вовсе из-за недостаточных так скажем параметров неисправности так например если ток короткого замыкания будет ниже уставки автомата то автомат на это замыкание не среагирует или если человек попадет под напряжение и ток проходящий через его тело не достигнет ток отсечки узо то человек может пострадать несмотря на наличие узо в цепи питания в двух словах все эти аппараты защиты повышают безопасность но не отменяют правильных методов монтажа и соблюдение правил электро безопасности так что никаких кабелей без труб в деревянных домах по американской технологии и . что же касается обязательности установки у задп по нашим нормам то мы обязаны ставить их только на розетки в зоне 3 ванных и душевых комнат во всех остальных случаях установка рекомендована но обязательной не является кстати говоря обязательность установки в мокрых зонах для меня остается загадкой так как вырубить каким-либо образом у задп через воду у меня просто не получилось это даже показывать не буду там тупо ничего не происходит но тем не менее правило есть правило их надо соблюдать даже если мы их не понимаем ну а на этом у меня все не забудьте поставить лайк подписаться и заглянуть нашу группу вконтакте спасибо за внимание и безопасного вам электричества с вами был вяткин александр команда гост плюс